На оглашение приговора суду потребовалось сегодня почти полтора часа. По мнению суда, вина подсудимых в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму и сопряженной с разбоем, а также, собственно, в разбое нашла полное подтверждение в ходе судебного следствия. Михаил Ибуньков с целью реализации умысла на лишение жизни Немыкиной и завладение ее имуществом, согласно разработанному плану, удерживая потепеш, находившись в спальне на кровати, накинули ей на шею полоску, отбросили ее, используя ее как удавку, совместными усилениями затянули удавку, плотно завязав узлом и дополнительной петлей на ее шею заглушили, и Немыкин лишив ее жизни. Это основное, что установлено судом, и что касается убийства. Учитывая все собранные по делу доказательства, показания подсудимых, данные ими как на предварительном следствии, так и в суде, показания потерпевших и свидетелей, выводы, экспертиз и различных привлекавшихся в ходе разбирательства специалистов, характеристики потерпевшей и подсудимых, все оттягчающие и смягчающие обстоятельства, суд приговорил. Признать суммы угнами Искланова Радисовна Дорисовича и Бункова Сергея Васильевича в совершении преступления предусмотрены статьями 105-й части 2-й пункта Ж.З. и 162-й части 3-й пункта Б.З. Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание Искланову по статье 105-й части 2-й пункта Ж.З. У.К.РФ. 18 лет лишения свободы по статье 162-й части 3-й пункта Б.З. У.К.РФ. 11 лет лишения свободы и конфискации имущества. На основании ст. 69-й части 3-й У.К.РФ путем частичного сложения и назначить наказания как будто определить 20 лет лишения свободы и конфискации имущества. Булкову по статье 105-й части 2-й пунктам ЖСЗ УК РФ 150 до лишения свободы по статье 162-й части 3-й пункта БСЗУ УК РФ 10-й лет лишения свободы с конфискацией мышцы на основании статье 69-й части 3-й УК РФ по телу частичного сложения назначенной заказаний как Бутин определить 17 лет лишения свободы с конфискацией мышцы и с Ханами Булкова на право для отбудения назначенного наказания. В соответствии, требуется часть 58-го в исправительной колонии строгого режима. По статье 125 УК РФ Искханова и Бунькова оправдать до недоказанности. Меры пресечения Искханова и Бунькова оставить прежнее содержание под стражей в СИЗО номер один в городе Екатеринбурга. Срок содержания под стражей тому и другому подсудимому исчисляется с июля месяца 1997 года. Но если Буньков отсидел год и пять дней с 10 июля прошлого года, то Искханов на 15 суток меньше с 25 июля 1997.